Сегодня опять едем в Манчестер на мюзикл Pretty Woman. Красотка. Распечатала билеты и начало у нас в 19.30. И, кстати, можно сделать предзаказ. Вот на почту пришло такое письмо, где можно сделать выбрать напитки, какие хотим сделать предзаказ. Смотрите, тоники всякие, кола, соки. Принесут прям к месту, потому что указываете свое место, где вы сидите, свой ряд для места и вам прям принесут к месту. Либо в интервале, либо перед началом. Вот, пожалуйста, можно заказать шампанское. То есть это можно заказать и пить и есть во время уже представления. Привет! Меня зовут Елена Прохладная и вы на канале Антони моими глазами. Как я уже сказала, на прошлой неделе мы были на стадионе, на футболе. Там была одна атмосфера. А сегодня мы собираемся в театр в Манчестер и там будет, конечно, совсем другая атмосфера. И я бы хотела вам показать несколько вариантов своих аутфитов, своих нарядов, которые я могла бы надеть в театр. Я сказала, могла бы, но это не значит, что я надену эти самые аутфиты в театр. Почему? Сейчас объясню. За все время, вот у меня скоро будет уже 11 лет, как я здесь живу в Англии. За все это время мы посетили с Колином несколько различных мероприятий, культурных мероприятий, различных площадок. Мы смотрели и опереты, и балет мы смотрели, и мы смотрели различные спектакли, и мюзиклы. То есть тут было все, начиная от Лондона, потому что когда я приезжала к маме, мы ездили в Лондон, смотрели там «Призрак оперы» в двух разных театрах. Затем мы были, когда мы жили в Банбаре. Банбаре находится в графстве Оксфордша. И Оксфорд от нас, если на поезде, где-то, наверное, минут 20 езды. Мы достаточно часто ездили тоже в Оксфорд и смотрели там тоже различные представления. Ездили в город, который называется Стретфорд-он-Авен или Эпон-Авен. Это город, где жил и родился Шекспир. И вот там как раз находится огромный театр имени Шекспира, Королевский театр. Туда я тоже ходила. И вы знаете, вот всегда, когда мы туда приходили, я была удивлена. Ну, по сравнению, если, допустим, брать с Россией, да. Опять вы сейчас скажете, что я сравниваю. Да, я сравниваю, потому что как же, конечно, я сравниваю. И когда вы посещаете какие-то различные другие страны и города, вы тоже сравниваете, как здесь, как там, как в другом месте. И здесь то же самое. Я привыкла, что когда я жила в России, мы, когда ходили в театр, мы даже брали вторую обувь. Сейчас это не нужно. Вторая обувь не берется, но все равно, когда вы приходите в театр, вы красиво одеваетесь, да. Вы берете свою парадную одежду и, соответственно, случаю вы одеваетесь. Соответственно, постановки, на которые вы тоже идете. Допустим, сегодня мы идем на мюзикл и, конечно, вот этот строгий такой вариант я не надену. Если бы это, допустим, был бы балет или какая-то опера либо оперета, я бы с удовольствием надела вот это платье. Я вам сейчас его покажу. Это моя новая покупка. Вот такое платье я приобрела себе, кстати, будучи в Ильяновске. Оно мне очень понравилось. Оно такое, знаете, белюровое, белюровое-пархатное. Вот. По фигуре очень красивое. Я в нем чувствую себя замечательно. И, если бы это была вот именно такая постановка, я бы надела бы его и была бы счастлива. Но поскольку мы идем на мюзикл, то это платье будет немножко неуместно. Я поняла вот за то время, пока я посещала вот эти все театры. Кстати, в Манчестере мы были, в Ливерпуле мы были тоже. И я сделала там несколько выводов. Люди приходят в театр в такой, знаете, обычной одежде. Можно встретить в джинсах, в футболках. Можно встретить людей, которые неаккуратно одеты. Вот. Они все приходят в театр, просто чтобы развлечься, посмотреть, попить напитки. Ливерп, кстати, не работал. Поэтому все люди, которые приходят, возьмут верхнюю одежду, кладут ее вот так вот, перекидывают через руку и ходят в театр вот именно так. Если они приходят уже в зал, то они вот так ее сворачивают и кладут под сиденье. Некоторые вешают на сиденье, очень мало, да. В основном они сворачивают и кладут на пол, прям на пол под сиденье. Там все усилены коврами, но все равно. Для меня это было просто-просто удивительно. Не понимала вообще, что происходит. Я когда только пришла первый раз, я хотела спросить у Холина, где гардероб, где можно раздеться. И тут я поняла, что раздеваться негде, потому что гардероб был закрыт. Вот. И точно так же я ходила. И, в общем-то, тот аутфит, который я надела, как бы не то, что не виден, да. Потому что мы в театр приходим красиво наряжены, да, чтобы показать себя, посмотреть на других. Было несколько женщин уже такого, знаете, достаточно такого зрелого возраста, которые, наверное, чтут такие вот традиции, да, и одевались красиво. Но их было очень мало. В основном была молодежь, и вот они одеты были достаточно свободно. Сегодня у нас такой примерочный день. Показываю вам наряды, которые я бы надела в театр. Но, наверное, вот в этом наряде я опять не смогу пойти, потому что, наверное, скорее всего, там будет холодно. И, наверное, слишком, слишком, наверное, будет элегантно для театра. Потому что, как я уже сказала, там все ходят достаточно так по-простому. Колин посмотрел вот на этот вариант. Ему очень понравилось. Тоже вам покажу. Вы знаете, я с ним советуюсь. Хотя некоторые из вас и говорят, что с мужчиной нечего советоваться, они ничего не понимают. Ну, смотря какой мужчина. И хочу сказать, что Колин, он понимает. Он разбирается в цветовых сочетаниях. То есть здесь вот дело идет об уместности. То есть вот на этом мероприятии можно так одеться, а на другое мероприятие можно одеться вот так. И даже если, допустим, мы идем в театр, то, опять же, выбираем по принципу, какая идет у нас постановка. Либо это балет, либо это мюзикл, либо это опера, либо это просто какая-то комедия. То есть от этого, от содержания спектакля, от содержания представлений тоже зависит, наверное, вот в чем можно туда пойти. Но вот этот аутфит, если честно, мне он очень нравится. Мне кажется, у меня идут такие вот сочетания цветов. И, кстати, вот этот персиковый цвет в этом году тренд, тренд сезона, я угадала очень. Очень я люблю атласные вещи, атласные юбки, либо какие-то атласные такие левые, такие платья у меня есть. И юбки у меня атласные тоже есть. Я хочу еще парочку прикупить. Но вот так, наверное, я тоже не пойду. Хотя в Ульяновске я бы пошла вот в этом наряде с удовольствием. Можно еще, как сейчас вот один конец заправляют в юбку или в брюки. Можно и так, наверное, сделать. Но мне больше нравится вариант с ремнем. Ну, возможно, здесь другая сумка нужна еще. А просится такой, знаете, клатч, театральный клатчик. Он у меня тоже есть, я просто его не взяла. Ну, у меня еще есть и третий вариант. Это вот жакет, который я приобрела совсем нетавно перед поездкой в Ульяновск. Я брала его с собой. Делала там тоже фотографию, мне очень нравится. И я думаю, что вот он как раз и подойдет. Хотя, знаете, возможно, я вот вам вот эти варианты показала, что я не надену, да? Я остановилась вот на этом, который я, возможно, надену. Но, возможно, я еще раз передумаю. Просто натяну какой-нибудь свитер с рубашкой. Опять же брюки, но не джинсы. Брюки. И, наверное, может быть, так и пойду. Хотя, кто знает. Я обновала этот пиджак с брюками. Взяла вот такую вот свою старенькую, но очень удобную и, мне кажется, на все времена сумку. Только мюзикл называется красотка. Вот видите, красотка у меня здесь как раз на плече. Ну, вот вы посмотрели три возможных аутфита, которые я могла бы надеть. Но, может быть, не надену ни один из них. Может быть, даже этот поменяю на какой-то другой, как я уже сказала, такой более повседневный. Так вот, я хочу сказать про билеты. Ваучер на приобретение билетов, на какие-то спектакли, которые проходят и в Ливерпуле, и в Манчестере, и в различных городах, нам подарила ваучер сестра Колина на Рождество. И, знаете, это было до пандемии. И тогда мы тоже купили билеты, какое-то представление. Но потом пандемия, все накрылось и все. И я думала, что все, наши билеты уже как бы, ну, мы никогда уже больше не придем. Нам никто ничего не вернет, никаких денег, ничего. Потому что это, ну, как бы тогда уже все закрылось, и вы сами понимаете. И вот, представляете, в прошлом году, до Нового года, приходит письмо от этой компании и говорит, что у вас есть ваучер на такую-то сумму. И, пожалуйста, давайте приобретайте вот наши все новинки или даже не новинки на любую нашу постановку. Вы знаете, я была в таком восторге, я была так рада. Колину говорю, давай срочно, срочно покупать вот этот мюзикл, потому что там только истекает у нас уже буквально вот в феврале. И у нас было не так много времени. В прошлом году было побольше, но мы там были заняты, поэтому никак нам не удавалось. И вот в этот раз мы выбрали красотку. Ну, вы знаете, красотка. Мне будет очень интересна интерпретация вот этого фильма, как она будет изложена в мюзикле. Вот, собственно, и все, о чем я вам хотела сегодня рассказать и показать. Давайте обсудим мои наряды. Пишите, какой вам больше всего понравился и ваши впечатления, скажем так, от увиденного. Буду очень рада с вами пообсуждать. Если вы еще не подписаны на мой Диаграм-канал, подписывайтесь. Ссылку на него я оставлю прямо под этим видео. А на сегодня у меня все. Всем до свидания, всем пока. Увидимся в Польше. Субтитры сделал DimaTorzok